Девушки отдыхают Для кого-то был судно, кто-то не приехал на собрание У нас пока доедешь из Котовского суда, можно застрять на всю жизнь Да? Но все равно Тема, которую я сегодня буду говорить, очень интересна, потому что вы ее видите на заднике, которая позади меня Этот баннер, и он так просто говорит Несколько вещей, которые нам нужно сделать для жизни Знаете, именно несколько вещей для жизни Кто бы хотел бы жить долго и прекрасно, но не нудно? Потому что некоторые люди живут долго, но очень нудно С ними неинтересно даже быть Кто хочет прожить так жизнь, чтобы не было стыдно потом за себя ответить? Кто нас смотрит по интернету, может быть, вы тоже хотите прожить такую жизнь интересную и важную Но ее нужно прожить так, чтобы не было стыдно потом смотреть Богу в глаза До конца этого дня у всех нас будет возможность Хаотически провести эту молитву Коунидрей Которая сейчас поется в синагогах, в всех местах, где евреи собираются Коунидрей – это все мои преступления, все мои ошибки И говорится о милости, просится у Бога прощения И все же они поют еще и Псалом Давида Хотя у нас жизнь только одна Как я уже говорил, необходимо ее прожить так, чтобы не было стыдно Чтобы быть уверенным в вечной жизни Нужно прожить жизнь так, чтобы быть уверенным Что после жизни начинается еще лучшая жизнь У меня есть, как говорится, в Одессе две новости Одна хорошая, другая еще лучше У нас есть жизнь здесь на земле А нас ожидает еще жизнь вечная Вот услышьте внимательно Потому что сегодня каждый еврей желает другому еврею одну фразу Которая важна Это означает о том, что к хорошей жизни тебе То есть, запиши, чтобы твоя жизнь была записана в книге жизни Чтобы твое имя было записано в книге, которая называется «Жизнь вечная» Это пожелание сегодня звучит во многих местах Накануне Кипура многие делают список себе Хороших дел Делают, отмечают, где они что-то натворили И делают этот список не только для себя, но и для Бога Как бы сказать, я сделал Я пошел, попросил тете Мане прощения За то, что я на нее кидал яйца с пятого этажа Понимаете, да? И еще другие какие-то вопросы Этот момент очень интересный, потому что Татьяна буквально два дня назад послала мне список Вернее, взяла интернет Список человека, который говорит, что вот в жизни нужно сделать сто вещей Чтобы жизнь состояла Сто вещей Сто вещей, чтобы состояла жизнь Я начал читать И я понял Из всего списка Важно две вещи Первый пункт и последний Зачитать, какой пункт был первый, какой последний Первый пункт был такой Полюбить жизнь А последний Умереть Между этим там Глупости Там, например, там Скупаться в холодной воде Там залезть Еще там Покатиться На велосипеде Там что-то, знаете Там какие-то еще Какие-то глупости И я понял Человек делает то, что он хотел бы сделать Но самое главное Полюбить жизнь И последнее Умереть Вот эти две вещи И на самом деле Думая об этом Ты понимаешь Насколько Коротка жизнь Вот посмотрел на эти все желания И убеждаясь Всего лишь две вещи Очень важны Полюбить жизнь А потом достойно умереть И это Становится нашим Как бы сказать Путеводителем В жизни Полюбить жизнь Представьте себе Вы идете по улице Натыкаетесь на большое Объявление Объявление звучит Таким Как бы такая фраза Внимание Продается жизнь Один год жизни Стоит 20 уек Работаем без выходных Товар В неограниченном количестве Как вы думаете Хотя это Мы можем представить себе Это Как бы такая фраза Но Как вы думаете Сколько бы людей Выстрелилось бы В эту очередь Был бы ли ходовой Такой Товар Как жизнь Кто смотрел фильм Время Многие смотрели Вот этот Хороший фильм У кого-то было Время На исходе Тратили время Платили за все Свои Поступки Желания Потребления Не только пища Но и также И другие какие-то вещи Но услышите Время Это Фактор Который Мы хотим Прожить так Чтобы не было бы стыдно Был бы ли ходовым Таким товаром Сегодня Наверное Очереди были бесконечные Они бы не заканчивались Кто бы хотел Добавить в свою жизнь Немножко жизни Все остальные Готовы умереть Но я понимаю Что я как бы Провокацию Делаю вам Но говорю Я бы хотел Больше жить Если бы я мог Добавить себе Немножко жизни Я бы это сделал бы Но мы понимаем Реальность Такова Что Жизнь В руках Бога Человеку Однажды Родиться А потом Суд Евреям Послание евреям Однажды Родиться А потом суд Какой же Момент Лишь на одну минутку Немножко представить Какая была бы очередь Люди хотят жить И никто не хочет умирать Лично я Знаете Я не хочу умирать Вот так взять По серьезности жизни Я не хочу умирать Рав Шаул Который говорил Для меня Жизнь Христоса Смерть Приобретение Да Как бы такой вот Торжественно Говорит о том Что Как бы я готов Умереть Но при всем этом Говорит Я готов был бы уже отойти Но для вас Лучше Чтобы я остался Чисто по-еврейски Чисто по-еврейски Для меня Христос Это Как бы Жизнь Смерть Приобретение Но для вас Лучше Чтобы я остался Я бы хотел За себя Тоже сказать Может быть Я бы уже готов был Быть у Господа И Стоять перед ним И Благодарить его Но говорю Ради своих детей Лучше мне Остаться с ними Да Но послушайте Никто не хочет умирать И это правда Правда в том Что большинство людей Боятся смерти Большинство людей На самом деле Боятся смерти Кто-нибудь из вас Смотрел Смерть в лицо Ощущал ли его Как бы Ее Как бы Знаете Вот Ощущение Присутствие Если Есть Некоторые люди Которые Пережили Это И Чаще всего Смерть Это страх Страх Овнеизведанном Что Тебя Ожидает По ту сторону Жизни Когда Приходят Слова Которые Вот и все Понимаешь Что Человек Говоря Это Боится Боится Кто Из вас Многие Из нас Были На Похоронах И Люди Говорят Вот и все Вот Как бы Все Конец Вот и все Когда Звучит Это Слова Вот и все Что Происходит Внутри Нас Люди Боятся Смерти Потому что Их Часто Пугает Неизвестность Что Будет После Смерти Никто Не знает Мы Не встречаем Многих Людей Которые Возвращаются С того Света И говорят Извините Все Нормально Нет Многие Страшатся Смерти По той Причине Что Им Не хочется Терять Здесь На земле Что Что Им Дорого Не Правда Ли Мне Дорого Была Моя Семья Мне Дороги Были Вы И Мне Не Хотелось Уходить Вечность Когда Это Было Год Назад 21 Сентября У меня У меня У меня Был Инфаркт Буквально Через Неделю Годовщина Слава Богу Выжил Но Суть В чем Что Когда Не Хочешь Что-то Терять Боишься Умирать Люди Чаще Всего В этом Мире Они Боятся Вечности По причине Того Что Им Не Хочется Терять Что-то В этой Жизни Вы Боитесь Да Нет Может Почитаете Об этом Даже Не Думать Кто Не Думает Об Этому Слушайте Вы Так Все Не Активные Вы Наверное Сегодня У нас Дождя Нахлебались У нас Холодно Мерзко Мерзко И Все Подобное Поэтому Не Активность Лучше Не Двигаться А то Замерзнем Кто О Смерти Вообще Не Думает Частично А кто Думает О Смерти Но Чуть Чуть Больше А Кто Воздержался Да Правильно Думает Тогда Когда Плохо Когда Хорошо Об этом Лучше Не Думать Абсолютно Йов Кипур Нас Подтягивает К тому Чтобы Задуматься О Будущем И На самом деле В любом Случа Все Мы Должны Знать Истину Человек Живет Один Раз А Потом Он Предстает Перед Богом Там Суд Каждый Человек Может Подготовиться К этому Каким Образом Очень Просто Жизнь Дается Человеку Тогда Когда Он Рождается В этот Мир И С Этим Рождением Ему Дается Выбор Выбери Жизнь Или Смерть Но Кажется Ад Это же Не смерть Правда Это Жизнь В мучении Поэтому Можно Скать Выбери Жизнь Вечную В Радости Благодарение Богу С весельем Или же Жизнь Вечную Которая Будет В мучениях И конечно Каждый Из нас Кто Был Еще Неверующий До Недавнего Будущего Прошлого Вернее Кто-то Был Давно Уже Верующий Можно Скать Я Выбираю Рай Но Из-за Того Что Ты Сказал Я Выбираю Рай Не Попадаешь Туда Я Выбираю Быть Возле Бога Не получается Так Раз И Все Я Знаю Что Бог Есть Почитал Книгу Увидел Картинку Верю Что Бог Есть Нет На самом Деле Для Чтобы Получить Жизнь Вечную Необходимо Что-то Сделать В жизни Это Называется Принять Божьи Условия Для Вечной Жизни И Этим Условием Является Мессия Того Которого Еврейский Народ Ждал Ждет И Будет Ждать Одни Ждали Его Как Мессию Страдающего И Теперь Ждут Как Мессию Возвращающего Славе Своей Некоторые Ждут Его До сих Пор Что Он Вернется Восстановить Мир Но В любом Случае Он Придет Чтобы Изменить Этот Мир Наше Сознание Мы Должны Понимать Что Йом Кипур Приготавливает Нас К Осознанию Что Будет Суд Принять Божью Любовь Позволить Мессии Поселиться Ваши Сердца Таким образом Мы При помощи Божьего Слова Сможем Укрепить Себе Сознание Что мы Будем Спасены Тогда У нас Верующих Мессии Ишуа Верующих Божье Избавление Будет Уверенность В грядущих Судебных Делах Библия Говорит 1 Иоанна 4.17 Любовь До того Совершенства Достигает В нас Что мы Имеем Дерзновение В день Йом Кипур В день Суда Мы Понимаем Что Раньше Мы читали Это по-другому О Мы Настолько Набираемся Наглости Ну У нас Нас Говорят Хуцпануты Да Так Вот Наберемся Мы Хуцпы Такой Наглости Кто-нибудь Из вас Стоял В очереди В советское Время За колбасой Стояли 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 Все Долго Некоторые С самого Утрах Еще С вечера Занимал Очередь Последние Годы Советской Власти И когда Стоял Долго Вдруг Приходит Один Ломает Все Очередь Идет Впереди Говорит Я здесь Занимал Раньше Никто Его Никогда Не видел Он Открывает Варежки Свои То есть Не такие Варежки Снимает А такие И Убеждает Всех Внаглую Показывает Одну Ксиву Какого-то Так Извините Сейчас А? Там Моя жена Ищет Что-то Внутри Зонтик На заднем Сидении Как так Вбивается Все Я знаю Что меня вырежут Потом Как бы Но в очереди Стоят люди Которые Возмущаются И говорят Вас здесь Не было Никогда И никогда Не было Но мы Имеем Наглость Показываем Какую-то Справку Что мы Инвалиды Что мы Многодетные Мы То у нас Еще какие-то Привилегии Афганистана То ли у нас Еще какие-то Партийные Возможности Да И люди Ломали Очередь Помните Да И все Говорили Какие Привилегии Вот здесь Испотребляется Эта Сущность Ибо мы Мы Верующие Мессии Ишуа Набираемся В наглости Перед Божьим Троном В день Суда Сказать Всем Извините Подвиньтесь Мы здесь Были первыми Если вы Смотрите Именно Таким образом Это местописание Что Фактически Он говорит Что Любовь До того Совершенства Достигает В нас Любовь Божья Внутри нас Достигает Такого Совершенства Что мы Имеем Дерзновение То есть Наглость День Суда Потому Что мы Поступаем В мире Как Он Почему Мы имеем Наглость Почему Мы имеем Дерзновение Предстать Перед Богом И просить Чего-либо У Бога Потому Что мы Поступаем Как Поступал Он В любви Нет страха Но Совершенно Любовь Изгоняет Страх Потому Что В страхе Есть Мучение Боящийся Несовершенно В любви Будем Любить Его Потому Что Он Прежде Возлюбил Нас Разве Это не Наполнит Нашу Жизнь Смыслом Обязательно Наполнит Когда Мы Имеем Любовь Божию Которую Внутри Нас И мы Исполняем То Делаем То Что Он Делал В этом Мире Любя Людей Любя Близних Любя Даже Грешников Если Мы Это Делаем То Мы Имеем Все Дерзновения Это Удалит Страх Если Поступаем Как Он Поступал Тогда Фраза Вот И Все Не Будет Нас Тревожить Страх Откровение Иоанна Мы Читаем И Увидел Я Мертвых И Малых И Великих Стоящих Перед Богом И Книга Раскрыта Была Иная Книга Раскрыта Которая Есть Книга Жизни И Судимы Были Мертвые По Написанным В Книгах Собранным С Делами Своими Тогда Отдалось Море Мертвых Бывши В нем И Смерть И Ад Отдал Мертвых Которые Были В Них Судимы Были Каждый По Делам Своим И Смерть И Ад Повержены В Озеро Огненное Это Смерть Вторая И Кто Не Был Записан Книги Жили Тот Был Брошен Озеро Огненное И Когда Еврейский Народ Желает Друг Другу Чтобы Были Записаны Имена В Книгу Жизни То Добрых Дел И Так Далее Тогда Мы Желаем Человеку Спасения Потому Что Невозрожденный Человек Относительно Этого Писания Не Может Унаследовать То Благо Которое Бог Приготовил Для Своего Народа Каким же Образом Научиться Жить Научиться Жить Значит Научиться Делать Вывод Мы Говорим Несколько Вещей Для Жизни Жизнь Это Вывод Который Мы Делаем Каждый День Этот Вывод Вписывается В Дни Йом Кипур Покаяние Раскаяние Перед Богом И На самом Деле Это Очень Важно Каким же Образом Человек Определяет Что Такое Хорошо Что Такое Плохо Каким Образом Просто Часто К одним И тем Событиям Или Представлением У каждого Из нас Есть разные Мнения Или у людей Вообще Есть мнения По разным Вещам Люди Формируют Разные Отношения К Привычкам К Действиям Человек Сам Решает Для себя Что Приемлемо Для него Если Так Брать Сущность Человек Определяет Что Для него Приемлемо Вы Встречали Людей Которые Воспитаны В разных Культурах Либо В разных Семьях И Что В одной Семье Позволительно Другой Считалось Ни в коем случае Так поступать Нельзя Это определяло Их нравственность Это определяло Их позицию Это Определяло Их Правильно Или неправильно Добро Или зло Но нужно И необходимо Помнить Что Существует Абсолютный Стандарт Для этого мира И это Называется Слово Божье Абсолютным Стандартом Для человечества Является Словом Божье Этот стандарт Должен В первую очередь Полагать На Путь По которому Нужно идти Предполагает Шуву Которую Нужно пройти Слово Шува Вот Покаяние Раскаяние Это путь Который совершает Человек И не просто Сказал О я Простите меня Пожалуйста У евреев Очень интересная Тема есть Ты не просто Говоришь Извини пожалуйста Ты еще Заплотишь за это Мы вчера Разговаривали С моим Тестем Михаилом Давидовичем И он говорит Да Что человеку Нужно будет Заплатить За все Я говорю Папа Конечно Когда идешь Говоришь Извините меня Пожалуйста Есть еще Оплата Нужно Нужно пойти Купить Немножко Конфет Или же Торт Прийти И сказать Я заплатил За мое Извините Кто из вас Так делает Мало кто Конечно же У нас Все нужно Извините Как у нас Такси иногда Говорят Ты проехал И говоришь Спасибо Он говорит Извините За просто так Мы полагаем Ну прости меня Кинули словечко Но в самом деле Слово прости Имеет за собой Еще платежный Вексель Который Который Нужно Позаплатить Нужно Не просто Сказать Извините Меня Библия Говорит Кто кто Украл Должен вернуть В семеро А мы Не хотим Нам так Легче нам Сказать Прости Чем пойти Купить что-то И сказать Извините Я на самом деле Сокрушаюсь А знаете Почему Ментально Мы Говорим За нас Заплачено Я должен Только признаваться В своих грехах Потому что написано Признавайтесь Друг пред другом Чтобы исцелиться И молитва Праведника Исцелит Помолиться И проститься Так Попросил прощение Помолились Забыто А если мы будем Намного шире смотреть Что за Раскаяние Которое ты приносишь Нужно еще Заплатить 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 Таким же образом Ты будешь Помнить Что тебе Будет это стоить И не так часто Будешь делать Плохие вещи А то Обанкротишься Если бы Заплатить было Но мы Себе хорошо Придумали Мы себя Хорошо чувствуем Когда Ссылаемся Все на Божье Апостол Иоанн Говорил Что есть грех Грех Есть беззаконие Другими словами Очевидно Что он имеет ввиду Нарушение Духовных законов Но давайте посмотрим Как Бог Смотрит на сам грех Да Бог есть любовь Мы все понимаем Что Бог есть любовь Это Беспринципная Его позиция Но Не все Бог любит Я почитаю Вот Притчи 6 глава 16-19 стих Вот 6 Что ненавидит Господь Даже 7 Что мерзость Душа Его Глаза гордый Язык лживый И руки Проливающий Кровь невинную Сердца Кующие Злые замыслы Ноги Быстрые Бегущие К злодейству Лжесвидетель Наговоряющий Ложь Сеющий Раздор Между братьями Ой Емкий пур Как раз может Это всем помочь Сразу нужно Вбрать Записную книжку И начинать писать Что я сделал В этом году Но знаете Очевидность того Что Имея веру В Мессию Каждый день Для нас Является Днем Искупления И Днем Покаяния Вот знаете Вот понять Такую Позицию Такую Надо Очень Ну Серьезно Потому что Признаваясь Друг при другом Мы должны Осознавать Что за нас Заплачена Кровь И за Наши грехи И за грех И за грех Или за брата Который С тобой ссорится Или же Име с тобой Распры Мы забываем Мы забываем Что Бог Для нас Отдал Сына Чтобы мы Могли Опираясь На прощение Прийти к людям Свободно И иметь Знаете Не чувство От отделения Не хочу Говорить А наоборот Раскается В своих Поступках К сожалению Немногие люди Так относятся К греху Немногие люди Хотят Бороться Против греха Наиболее печально Что даже Среди верующих Людей Сохраняется Отношение К беззаконию Как бы Такому Легкому Легкой шалости К легкой шалости Некоторые люди Даже К сожалению Говорю Верующие Отрицают Грех Я встречался С такими людьми Многие люди Отрицают Грех Я встречался С молодой Девушкой Которая ходила К нам В собрание Через некоторое Время Как говорится В поисках Духовной Истины И своих Внутренних Или внешних Потребностей Познакомился С человеком Который Предложил Ей Идею О том Что греха В мире Не существует Все Что ты делаешь В этой жизни Это Это опыт Жизненный опыт Который переживаешь Из него нужно Взять Что-то хорошее Плохого Нет Греха Не существует Это Манипуляция Церквей Или религиозных Общин Которые Хотят Проманипулировать Тобой Унизить Держать В подчинении В страхе И люди Соглашаются С тем Что греха Нет Все Что ты делаешь В этой жизни Это опыт Который Ты приобретаешь Хороший Или плохой К сожалению Многие Встречал верующих Которые Говорят Да действительно Грех Был До Мессии До Мессии Люди Должны Быть Под Законом Приносили Жертвы Однажды Мессия Пришел В этот мир Заплатил За весь Грех Поэтому Сегодня Греха Уже Нет Так Просто Встречал Человека Который В своей Жизни Сделал Беду Будем Говорить Такую И не Сознавал Что он Сделал Он Будучи Женатым Человеком Согрешил Имел Ребенка Вне Брака Верующий Человек Ему Говорят Слушай Так То Что Ты Сделал Это Это Грех Это Прелюбодеяние Он Говорит Так Нет Так Я же Ее Люблю Попробуйте А Любовь Покрывает Множество Грехов Так Просто Откуда Потому Что Бог Если Любовь Покрыл Все Грехи И поэтому Все Вопросы Они Будут Решены Люди Не Не Сознают Что Грех Он Есть Грех Поэтому Утверждать Что Греха Нет Значит Противоречит Писанию Сам Рав Шаул И другие Апостол Говорят Что Если бы Мы Не Согрешали То Мы Были Людьми Совершенными Мы Все Согрешаем Некоторые Соглашаются Что Грех Имел Место На Земле Но Смеси Все Покрыто Другие Смеются Над Грехом Встречали Люди Люди Что Говорят О Своих Грехах Они Хохот Просто Смеются Ржут О том Что Они Делали Не Встречали Да Встречали Особенно Когда С Неверующими Где-то Сидишь Разговариваешь Они Просто Смеются Над Тем Что Они Делают И Вот Это Истерия Истерия Такой Для Глупого Преступление Преступ Преступное Деяние Как бы Забава А человеку Разумному Свойственна Мудрость Притча 10.23 Глупые Смеются Над грехом А посреди Праведных Благоволение Глупый Он смеется Над грехом Но Знаете Библия Говорит о том Что Есть Юмор Который В котором Мы Живем Каждый Из нас Он Смеется Каждый Из нас Переживает Нечто Но Самое Главное Что Библия Говорит о том Что Веселие Весело Сердце Унылый Дух Сушит Костя Веселое Сердце Боготворит Как Врачество А унылый Дух Сушит Сердце Хорошее Настроение Это Не смех Просто Это Не глупость Смешка Над грехом Всегда Радуйтесь Сефесянам 5 16 Радуйтесь Всегда В Господе Еще раз Говорю Радуйтесь Надо помнить Что есть вещи На которыми Можно смеяться Есть вещи Которые Нужно Говорить Но Писание Говорит Что Относительно Греха Такой Смелости Смеяться Не должно Есть Время Когда Можно смеяться Есть Время Когда Нужно И Плакать Люди Смеются Над грехом И Не Понимают Что Грех Ведет И к смерти Есть Люди Которые Любят Грех Встречали Таких Они На самом Деле Любят Кажется Не должны Люди Любить Но Они Следуют За Своей Плотью Они Не Хотят Даже Верить Писание Ходить В церковь Потому Что Чаще Сего Говорят Они Говорят Если Я Уверую Или Пройду Водное Погружение Значит Я Должен Перестать Грешить Они Смакуют Грех Ему Нравится Грех Потому Что Грех Для них Становится Наслаждением Кто Любит Ссоры Любит Грех Людей Между Грех 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 Последнее Грех Кража, есть кража. Они изменяют идею. Например, оправдывая свою похоть, плотскую похоть, именно сексуальную похоть, они оправдывают ее и уже не называют это блудом, а любовью. Я уже говорил об этом. Блуд уже не называется блудом, он уже называется свободная любовь. И поэтому сегодня очень часто среди молодежи звучит такая фраза, а что мне делать? Во мне это оно внутри, я должен удовлетворить свою страсть. Да, 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 да. Беспорядочная половая жизнь. Сегодня говорят, это право на любовь. Каждый говорит сегодня, это мое право на любовь. То, что называется порнографией сегодня, называют искусством. С обложкой глянцевых журналов на нас смотрит искусство. Сегодня, когда посмотришь немножко евроновости, особенно когда разные в Париже, в Милане, в Испании проводят музейные выставки, фотографии, и везде должен быть элемент эротики. Это высокое искусство. Это высокое искусство. Даже покойный мой отец говорил, ничего страшного, Валик, это же искусство. Сегодня люди пытаются изменить позицию, не называя жизнь греховной жизнью. Гомосексуалист теперь называется альтернативным образом жизни. Интернативный образ жизни. Раньше была интернативная служба. Сегодня называется интернативной жизнью. Для многих людей другой ориентации. Сегодня мы изменяем для того, чтобы отойти от греха, и не называем грехом грехом. Однажды Авраам Линкольн, спрося у группы людей, задал ему вопрос. Если хвост овцы назвать ногой, то сколько будет ног у овцы? Эти люди, которые стояли, сказали пять. Он сказал, неверно, а того, что мы будем называть хвостом ногой, ногой она не станет. Слышите, нет? Можно ее перепутать, что это нога, но из-за того, что она хвост, ногой она не будет. Так же и грех, нельзя изменить это по-другому. Грех есть грех, и нам нужно по-другому об этом думать. Совсем не популярно говорить людям о грехах сегодня. Абсолютно. Но нужно говорить их так, чтобы люди имели возможность раскаяться. Йом-Кипур – это возможность людям отсмыслить. Целью которой, чтобы человек рассудил над своей жизнью. Йом-Кипур – это возможность подумать, каким образом ты пристанешь пред Богом. Галатам 6.1 говорит, братья, если впадает человек какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Смотря за собой, мы должны быть правильны. Пытаясь людям помочь в их жизни. Надо помнить, что человеку необходимо знать правду. Но эта правда не означает бить его в глаз. Это нужно, как бы сказать, знаете, вот в состоянии таком. Показать ему результат греха. К чему он приведет этот грех. Потому что от того, что ты скажешь ему, что ты грешишь, он не понимает это. Чаще всего нужно помочь человеку, показать ему результат. Я помню, когда мы занимались молодежью, и Саша, наши дети были подростками. И потом, зная, что наши дети, знаете, вот, они шалопаи такие были все, знаете, вот, бегали и так далее. Мы хотели и показать им, ну, как говорят, проблему в этом мире, что существует наркомания. Но существуют проблемы. Как сказать, что наркомания плохо? Ну, как сказать? Ну, он говорит, наркотики это плохо. Они сразу говорят, ну, ты же пьешь воду, тебе хорошо? Ну, да, хорошо. Вот, видишь, насладился. Или там чаем насладился. Кофе кто-то пьет. Как сказать, что наркотики плохо? Начали, потому что наркотики это то, что приводит к какой-то эйфории. Но через время, через время, какое-то время проходит этот наркотик разрушительный. И знаете, что мы придумали это сделать? Мы собрали их и всех повезли в спидовый центр. Мы показали им, к чему доводит это искушение с наркотиками. К чему оно может привести. Они увидели людей, которые разлагались. Они увидели людей, которые умирали. Они увидели людей, которые в ужасном состоянии. И я благодарен Богу, что они приехали оттуда, были в шоке просто, в таком состоянии. Мы, конечно, потом выводили их из этого шока молитвами, просьбами, так и так далее. Но повлияло каким-то образом. Также самое нужно, наверное, и с людьми говорить. И слово «шва» – это поворот. Нам необходимо говорить с людьми о том, что данный грех, да любой грех, на самом деле, приводит к смерти. Любой грех он приводит к смерти. В первую очередь, умирствляет соотношение с Богом. Умирствляет соотношение с Богом. Грех приводит к смерти. Как духовной, так и физической. Иногда людям нравится говорить о грехах других людей. Встречали таких? Назидаешь людей, говорит, в общении, там, это нельзя так делать. Вот это Тора запрещает, такие вопросы делают, и еще другие вещи. Они говорят тебе, а шо ты мою душу смотришь? Посмотри на Васю, да, помните, как в анекдоте таком еврейском. Приходит Лёва к Рэбе и говорит, Рэбе, курить можно? Он говорит, ты что, нельзя? Говорит, а шо Фима курит? Он не спрашивал. Он не спрашивал. И сразу начинается, ты говоришь человеку, он говорит, шо ты меня лечишь? Полечи других, ты не видишь других. Свой грех считается всегда, люди видят маленьким. Я грешу, ну вот так, ну посмотри, что эти люди делают. Вот посмотри, что они там, ты меня лечишь. Рэбе, иди других лечи. Да, вас вылечат тоже. Ибо всем нам надлежит явиться в пересудилище Мессии, чтобы каждому получить совет соответственно тому, что он делал. Он получит то, что получает по делам, живя в теле, доброе, либо худое. И в конце концов, если мы видим грехи других, помогите им. Помогите. Если мы сможем, мы приобретем этих людей. И это все нужно делать через любовь. Есть люди, которые вообще в грехе не думают. Живут просто так. Просто так. В Афинах Павел проповедовал, услышал в ответ такие ответы, такие от людей. Услышав о воскресении из мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом. Послушаем тебя в другое время. Воскресение из мертвых. Послужило людям, как бы, преткновением. Послушаем об этом попозже. Но в чем суть воскресения из мертвых? Мессия умер за наши грехи. Но без воскресения из мертвых никогда не будет оправдания. Вы слышите? Можно понимать, что за наши грехи заплачены, но не принимая того, что Иешуа воскрес из мертвых для нашего оправдания, и это становится нашим упованием. Во это время, когда мы понимаем это, мы имеем дерзновение. Просить у Бога прощение, милость, благоволение, а также, я вам скажу честно, все. Просить все. По одной причине. Помните, я говорил, если мы поступаем, как Он. Грех приводит нас к смерти. Не только духовно, как я говорил, но и физическо. Поэтому дни покаяния у нас продолжаются всю нашу жизнь. Иоанн Киппур – это не только сегодняшний день по календарю. Иоанн Киппур у нас должен быть каждый день. Готовы ли мы прожить жизнь полной чувы, то есть раскаяния? И потом радости. Кто-то из вас переживал такую вещь? Когда ты хотел сделать гадость кому-то, ну, вот так, а ее не сделал. Ну, не сделал ты ее. И потом чувствуешь, что таким себя довольным, что ты это не сделал, не вляпался. Кто из вас переживал это? Вот этот цимис, вот это чувство, чувство такое. Ты хотел такое сделать. Не буду. Сдержался, потом. Аллилуйя. Такая радость приходит. Чува, происходит то же самое. Когда ты садил какое-то в прегрешение. Ты пошел, примирился с братом, или какие-либо другие вещи сделал. И с этим, вот с этим платежным таким моментом, ты оплатил чуву, да, покаяние. Идешь и такой радостный, такой довольный, что все хорошо. Что с тобой Бог. Йонг-Кипур, именно это состояние. Чувствовать себя свободным. Слово Амидам, это молитва. Молитва стояния перед Богом. Я бы хотел, чтобы мы сейчас встали перед Ним. И если мы все согрешаем, да, вот. Он говорит так, Павел говорит, мы все согрешаем. Нет никого праведника, нет ни одного. Сегодня я бы хотел, чтобы мы, думая о Йонг-Кипуре, о искуплении, подумали сами о себе. О том, о чем я говорил. О том, пункте А, это полюбить жизнь. Кто из вас любит жить, а жить хорошо, еще лучше? Услышите, есть секрет в этом. Когда ты сможешь прощать, когда ты сможешь прощать и просить прощения, не только у Бога, но и друг друга, у родителей, у жены, у бабушки, у мужа, попросить прощения у детей. Когда они тебя обнимают и говорят, Папа, мы тебя прощаем, мы понимаем все это. Когда ты становишься свободным человеком. Сегодня день покаяния. Какие у нас есть препятствия? Что может нам препятствовать сегодня? Отрицание греха? Уменьшение его? Что мы сегодня можем сказать Богу? Простые вещи. С тобой согласен. Я согласен с тобой. Потому что внутри нас, Он всегда обличит нас в чем-то. И у нас есть за что, чтобы просить прощения. Может быть, есть люди, которые нуждаются Божьи прикосновения, изменения всей своей жизни. Я скажу, жизнь можно начать сначала. Только тогда, когда мы принимаем Божьи условия для этой жизни. Жизнь не заканчивается только гробовой доской. Я хочу вам открыть секрет. Это начало жизни. Переход в вечность это начало другой жизни. Там есть только две двери. Один суд, но две двери. Творец и одной, и другой является всемогущий Бог Авраама, Отца, Хаякова. И там будут открыты книги по делам. По делам. Это не означает, что нам нужно бежать, делать хорошие дела и начинать накапливать гору хороших дел. Дела какие? Праведности. Если я праведный человек и на моей ошибке споткнулся брат или сестра, я могу спокойно подойти и сказать, прости меня. Я перед вами хочу сказать, простите. Если ваши ожидания были обо мне намного выше, чем я думаю, простите. Может быть, кто-то ожидал, чтобы я приду вам домой, посещу вас, я не смог это сделать. простите. Если вы ожидали, что вы в состоянии там трудностей или болезней, я смогу вам позвонить, что я должен был об этом знать, это не сделал, вы огорчились на меня, простите. Если я чем-то послужил преткновением, может быть, моими словами, моим, может быть, даже, извините, нездорование с кем-то, не поздоровался, простите. Где папа? Вот, вот смотрите хорошо, вот, на симку, на Тимофея. Этот человек, хотя малый, но он понимает, где папа? Знаем ли мы, где папа? Знаем ли мы того, кто возьмет нас на руки? Кто возьмет нас и скажет, я здесь, не бойся. мы сейчас должны помолиться за Пола Чидома, мы просим за Пола, чтобы ты помог ему во имя Ишуа. Помоги ему сейчас пройти эту таможню. Мы просим милости для него, благодати для него. Обещаем Ишу, Можихе. Аминь. Концерт в Ильичевске отменили из-за погоды. Понятно, мы переносим его на 21-е. Просим, чтобы Господь тоже был милостивый к нам на пятницу вечером. во имя Ишуа. Ави нашим вошимаем, а во мы при лицем Твоим. Мы по-другому не можем стоять, потому что все открыто перед Тобою. По милости Твоей и благости Твоей прикоснись к нам. Все наши согрешения, все наши поведения мы отдаем в Твои руки и говорим прости нас. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твом прикосновении. По своей милости и благости, по любви и благоволению будь нисходительный к нам. И мы просим в эти времена Господь примирения да нам примириться с нашими близкими, родными, чтобы у нас был Господь союз мира, благодати через кровь Твою. Господь, мы нуждаемся в Тебе. По имя Твое обещаем и слава, 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 слава Тебе. И слава Тебе. Благословен Бог, Который дал нам милость и благость Свою. Мы также, Господь, молим за тех, кто не пришли сегодня на собрание по причине болезни, либо, Господь, отсутствие в городе, будь с ними. Благослови их своим присутствием, сладостным присутствием, как Отец тешится детьми своими. Сегодня мы также хотим быть потешены Тобою и уверены быть в том, что все наши грехи, они прощены. Для тех, кто не принимал Ишуа Мессии, вы можете это сделать спокойно, подняв к Нему свои руки. И сказать, приди в мою жизнь, измени меня, дай мне быть другим. Я хочу переживать радость, уверенность в будущем. Я хочу знать, что мой дом, мой дом – это небеса. Что я избавлен из ада, и я куплен драгоценной ценой Твоей, Господь, кровью Твоей. Войди в мою жизнь, измени меня. Спасибо Тебе за Твоего Сына Ишуа Мессию. Мы благодарны Тебе за это. Благословен Бог, который дал нам Твое покаяние через Ишуа Мессию. Амин. Но читаю один псалом, 50-й. Помилуй меня, Боже, помилуй, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Изгладь беззакония моим. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. И о беззаконии мои я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами Твоими сделал я. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. Возрадуются кости мои, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих. Изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. И дух правый обвали во мне. Не отвергни меня от лица Твоего. Дух Твой, Святой, не отними от меня. Возврати мне радость, спасение Твоего. И дух владычественный утверди во мне. Избавь меня от кровей, Боже. Боже, спасение моего. Язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзь уста мои. Уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь. И отдал бы ее, ко всесожжению не благоволил. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты презираешь, Боже. Благоводитель Твой, Господь, по благоволению Твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды. Возношение всесожжения тогда возложат на алтарь Твое тельцо. Все жертвы были принесены. А сегодня только благодарствую. Поэтому сегодня день поста, день молитвы. День, когда мы благодарим Бога за Мессию Ишу. И я прошу, чтобы мы были в смирении в этот день. Пожалуйста. Пускай Бог обильно, обильно, обильно благословит вас. Давайте возьмемся все за руки. Возьмите за руки. Есть Бог, который любит нас. И Он на этом месте. Чтобы благоволить к нам. Благоволить. Он ищет сокрушенных, с сердцем смиренных. И это вы. Его народ. Я благодарен за каждого из вас. И это простая молитва. Пускай пребудет с вами. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да обратит свое лицо Господь на тебя и помилует тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицем своим. И даст тебе свой мир, свой шалом. Абонник. И даст тебе свой слов. И даст тебе свой слов. Субтитры создавал DimaTorzok Пускай Бог благословит вас. Пускай сохранит вас.